Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Ага, все началось с того, что я заболел коронавирусом или гриппом дней 10 назад. Состояние не тяжелое, но болезнь ощущается еще немного в виде слабости. Я заметил, что меня ничего не радует, я постоянно плачу, редко чувствую голод, если чувствую, то нет настроения есть. Я ел раз в пять в день, теперь два, и то через силу. Когда сплю, каждый час просыпаюсь, любимые хобби не радуют, настроение какого-то упадка и апатии до болезни я была позитивная и энергичная. Стали портиться отношения с любимым человеком, сначала куда-то пропало интимное влечение от слова совсем, потом стали ругаться из-за ерунды, и все это время, и это все за время моей болезни. Я понимаю, что не могу поддерживать нашу страсть, которая была до болезни, не могу быть активной и жизнерадостной, ничего не хочу, кроме как чувствовать себя прежней, но не получается, я как будто зацикливался на проблемах. Работаю онлайн из дома, кроме любимого человека у меня никого нет и больше они с кем не общаюсь. Мы живем в разделе, но видимся обычно каждый день, даже знаю, что я болею, приезжал, весь такой страстный. А я как овощи, мозгом и телом, как быть, как вынуть активность и жизнерадостность. Я сама себя не знаю, раньше депрессии во время болезни не случалось. Ну, что же можно здесь сказать? Вообще, как бы и по описанию, и по настроению вашего сообщения, я бы сказал, что вопрос, наверное, больше к врачу, нежели к психологу. Вот, потому что здесь, ну, на мой взгляд, совершенно очевидно прослеживается логическая цепочка, да, от вашего заболевания до развития вот такого негативного, крайне неприятного для вас состояния, которое вы описываете. Если я правильно понял, то прям такие вот явной такой психологической подоплеки у этого состояния нет, его нет. По крайней мере, оно довольно сложно прослеживается, если прямо не высаживать из пальцев. Хотя, это я тоже сделаю, потому что, ну, раз уж вы обратились к психологам, то, соответственно, со своей стороны, как мне это видится, я скажу. Но, я бы рекомендовал обратиться к врачу, я бы рекомендовал обратиться, для начала, к терапевту общей практики, вот, пройти обследование, посмотреть, что и как. Вот, если нужно посетить психиатра, либо клинического психолога для назначения соответствующего лечения, и, возможно, если, опять же, вам этот врач порекомендует психотерапию в определенном ключе, то, вот, было бы довольно неплохо эту психотерапию начать. Что касается моего взгляда, ну, с точки зрения моей позиции, вот, с точки зрения того, как я это вижу для себя, то я бы, наверное, озвучил следующее, что человек при своей активности, при своей такой страстности, при своей общей подвижности, в целом, довольно мало замедляется. И довольно мало замещает каких-то вещей, которые, вообще-то говоря, в его жизни происходят. Это и то, что касается работы, это и то, что касается хобби, это и то, что касается отношений, вот, и, в общем-то, всего-всего-всего-всего, то, что касается всего-всего-всего. Человек довольно мало замедляется, если не сказать и вовсе, что не замедляется, то есть если не сказать того, что человек вообще не замедляется, ну вот, скорее всего. Так вот, заболев, вы замедлились, наконец-то вы замедлились. И это замедление, оно как бы дало вам понимание, дало вам ощущение, что, в общем-то, ну, может быть, жили-то вы не так уж и хорошо, как вам хотелось бы. То есть вот это вот замедление, которое произошло с болезнью, оно может дало вам ощущение, что не все в вашей жизни так, как вам хочется. И чем больше человек активен, чем больше человек подвиден, тем меньше он, соответственно, замедляется, и тем меньше он замечает каких-то вещей. Вот вы, например, вполне вероятно, как раз таки и не замечали этих вещей. А пока, 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 не заболели. А заболев и побыв как-то вот наедине с собой, вы стали видеть, что тут мне не нравится, там мне не нравится, что в целом все как-то как-то не так. Но сказать об этом вы не можете. Более того, вы, вероятно, не просто не можете это сказать, но вы, вероятно, себе в этом признаться отказываетесь вообще. И, соответственно, это рождает внутренний конфликт, а вслед за ним идет снижение безопасности, то есть чувство, что вы в безопасности, чувство, что вы защищены. Отсюда пропадает интимное влечение и вырастает напряжение. Единственный способ снять напряжение – это конфликт. Апатия может являться как следствием того, что я описал, либо самостоятельным симптомом физиологических нарушений. Поэтому тут нужно смотреть. Очень важно исключить физиологию здесь, потому что, если будет иметь место физиология, мы будем работать в рамках психологической помощи, что, ну, просто будет не совсем правильно. То есть мне, например, кажется, что вот так вот со стороны, да, что вот просто было что-то вроде осложнение, но с точки зрения психологии, вот, опять же, с точки зрения моего подхода, родилось в таком положении. Если это так, то вам нужна помощь, нужна психотерапия, где вы сможете во всем разобраться. Для многих людей болезнь – это возможность на самом-то деле расслабиться. Это возможность как-то, ну, позаботиться о себе. Это возможность сделать что-то для себя. Вот. И очень важно, чтобы вы это увидели, чтобы вы увидели это возможность, чтобы вы увидели ее, чтобы вы увидели ее. То как вы для себя воспринимаете, ну, воспринимаете вот эту болезнь, так скажем, да. И все, как вы живете. То есть вот, например, когда вы говорили о том, что не могу поддерживать там страсть, опять же, появилось чувство, что вы себя, как бы, ну, насильно заставляете это делать. Что на самом деле вы не хотите, но вы себя заставляете. Если так, это довольно негативная история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Приведа. Субтитры подогнал «Симон»